Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел следующий интересный вопрос. Хочу стать священником. Как это можно сделать? Во-первых, надо определиться, чтобы что? Ради Иисуса или ради хлеба Куса? Нравится внешняя атрибутика или тебе кажется, что лучше всего Господу Богу ты можешь послужить именно в сане? Поэтому такие вопросы хорошо, конечно, решать не через портал Exeged, а со своим собственным духовником. Я уже молчу о том, что перед тем, как получить сан, необходимо получить духовное образование. А для того, чтобы поступить в семинарию, необходимо получить разрешение духовника. Он должен написать рекомендацию, ни много ни мало, под свою собственную ответственность взять в твою жизнь, и с этой бумагой ты пойдешь поступать в семинарию. А в семинарию тоже не поступить так, как бы между прочим. Необходимо подготовиться к экзаменам, может быть, еще год или другой, пройти подготовительные курсы в той же самой семинарии или при каком-нибудь большом крупном храме или кафедральном соборе. Какая-то база должна быть, должен уметь читать по-церковно-славянски, должен быть какой-то худо-бедно слух, потому что петь тоже придется учиться, разные гласы, кто их и так далее. Надо понимать вообще, сколько лет вопрошающему, потому что одно дело, когда тебе 16, 17, 18, ты идешь только к этому направлению, другое дело, когда ты уже женатый человек, и у тебя есть некоторая ответственность. И ведь нельзя выбрать приход или место служения там, где ты хочешь, даже если ты живешь в Москве, тебе скажут, давай-ка, дружочек, пару лет послужи в Заполярье, а может, даже чуть побольше. Ты же служить хотел, а не просто теплое местечко в московском храме иметь. Давай, дружище, давай, докажи свою любовь ко Христу, а не к сытой, как тебе кажется, комфортной священнической жизни. Побудь миссионером, если ты хотел говорить о Христе. Ведь служение Христу и в сане священника, оно заключается не только лишь в том, что ты кадила машешь и руки воздеваешь несколько раз на всенышном день и на литургии, молясь о очень важных вещах. Надо уметь говорить о Христе, надо любить людей, необходимо быть максимально социально активным, потому что церковь не только о молитве, церковь о помощи нуждающимся. Надо ещё изыскивать средства, между прочим, на этих нуждающихся необходимо и с детьми работать, и со взрослыми, и взрослая школа должна быть воскресная и детская. Я уже молчу о том, что, скорее всего, придётся или строить с нуля храм, или восстанавливать какой-нибудь старый храм 18-19 века. Часто практически в чистом поле или в деревеньке, где не больше 100, а может быть и не больше 30 всего есть домов и, соответственно, семей. Готова ли будет матушка к такой жизни, готова ли будешь ты на такую жизнь и где-то возьмёшь средства покормить семью? Тоже вопрос. Понятное дело, что если ты шёл ради Христа, то Господь, видя такое твоё рвение, найдёт возможность тебе дать какие-то средства к существованию. Но помните, что и под лежачий камень вода не бежит. То есть хорошо, если есть, допустим, уже какое-то предыдущее образование, которое помогает тебе осуществлять свою пастырскую ответственность. Это помогает в семейной жизни, помогает в пастырской работе, помогает в строительстве и восстановлении храмов. Это тоже очень важно и нужно. Просто надо помнить, что священство – это не только лишь молитва и чтение книг о богословии. Священство – это не чайпитие в мутищах. Священство – это иногда и новомученики-споведники Церкви Русской. Готов ли ты в случае гонений пострадать за Христа вместе со своей паствой? Тоже вопрос. Или в эмиграцию пойдёшь, или передашь свою церковь. Надо понимать, насколько ты вообще готов быть со Христом вплоть до смерти. Готов ли ты семью поставить на второе место, но так, чтобы это вторым было таким, что это не стало второстепенным? Второе – это не значит, что можешь теперь пренебречь. Это тоже победное место. Это место победителя. Надо, чтобы семья не замечала, что для тебя служение важнее семьи. Собственно, само Писание говорит, что тот хорош пастырь, у кого дома всё в порядке, кто хороший семьянин, у кого где-то одеты и обуты, воспитаны и так далее. Так что тут не такой уж простой вопрос. Это я только мало Толику привёл мысли, которые приходят в голову при обсуждении этого вопроса. Поэтому ещё раз скажу, что важно духовное образование, важно духовное окормление и необходимо чёткое познание самого себя. Ответи на вопрос, что бы что, почему я хочу быть священником, почему я считаю, что не могу послужить Богу в какой-нибудь другой стези. Ты идёшь за компанией или потому, что не поступил в другой университет, или потому, что считаешь, что здесь просто тебе Мерседесы выдают уже на втором курсе семинарии, а на третьем уже личному водителю. Ну и напомню, что если ты жил беспорядочной половой жизнью до рукоположения, то будь у тебя красный диплом в семинарии Академии, всё равно рукоположить тебя не смогут. Целомудренная жизнь, отсутствие каких-либо интимных отношений, к сожалению, не приходится говорить об обоих полах, и с мальчиками и девочками, каких-либо интимных отношений быть не должно, даже со своей будущей невестой. Даже если никаких других отношений у тебя не было. Потому мы не руководимаем, допустим, второбрачных, или я про третьебрачных уже вообще молчу. Так что нравственная жизнь, понимание того, кто я есть и зачем мне это надо, и беседа с духовником – это те основополагающие вопросы и проблемы, которые необходимо решить самостоятельно и друг с другом. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok